Я приветствую всех на территории свободы. Окружающая среда это то, от чего зависит здоровье каждого из нас. Жители Кишнева особенно острые это почувствовали этим летом, когда температуры доходили практически до плюс 40, а то и выше. Раскалялся асфальт, испарение, мало зеленых насаждений. Мы понимали, что очень сложно дышать в городской среде. О том, как сейчас, какая вообще в нашей стране экологическая обстановка и о том, что нам предстоит сделать, в том числе на нашем европейском пути в области экологии, мы будем говорить в сегодняшней программе. Мое приглашение сегодня приняли заместитель директора Апели Молдовии Раду Казаку. Добрый вечер, господин Казаку. Снова рада видеваться в своей студии. И исполнительный директор Экоконтакт, экс-министр экологии Иорданка Радика Иорданов. Добрый вечер, госпожа Иордана. Рада вас видеть в своей студии. Сразу скажу, что мы с вами договаривались на интервью, когда вы были министром, но не успели. Так что сейчас будем говорить об экологии уже, как будет экспертное сообщество представлять. Я так понимаю, из тех 35 основных направлений, которые нам предстоит сделать, отдельно выделена окружающая среда. И там предстоит очень большая работа, потому как, если я правильно понимаю, мы очень далеки от того, какой должна быть экология, как мы должны, какая должна быть наша окружающая среда, если мы хотим вступать в Европейский Союз. Особенно, что касается зеленых насаждений, где мы сильно отстаем. Особенно, что касается защиты и поддержания водных ресурсов. И особенно, что касается обработки и спора мусора, переработки мусора. То есть у нас такие есть большие-большие задержки. Давайте мы сегодня все не охватим, хотя я понимаю, что сейчас мы будем говорить о воде и вернемся к лесам, но сразу предупреждаю, что о лесах подробнее будет отдельная программа, потому что каждый месяц я все-таки буду говорить об экологии, о зеленой повестке, для того, чтобы наши граждане привыкали к тому, что это наше будущее. Но это мое субъективное мнение. Какое ваше мнение? Мы действительно далеки от этих европейских стандартов, которые нам поставлены? Ну, если говорить с точки зрения законодательства, то и вправду Республика Молдова успела сделать где-то 10, ну максимум 20% из того списка, директив, который мы должны транспозировать, успели транспозировать до этого момента. Это очень мало, но есть и объяснение, почему. Во-первых, мы должны признать, что экология никогда не была большим приоритетом для Республики Молдова. Это очень дорогое удовольствие. Это удовольствие, которое тянет за собой очень много финансовых вложений, очень много ресурсов с точки зрения науки, потому что технологии нужно развивать, нужно принимать. И, конечно, должно быть постоянно это общение между бизнесом, госструктурами, неправительственными организациями и, конечно, научными работниками. Вот это как-то у нас то слаживалось, то не очень слаживалось, но получилось так, как есть. И вправду у нас есть определенные риски с точки зрения качества воздуха, качества воды, но также мы должны понять, что мы сделали довольно много в основном последнее время для того, чтобы успеть эти стандарты принять. Если говорить с точки зрения качества экологии или окружающей среды, воздуха, воды, почвы, у нас больших проблем таковых не зарегистрировано. Да, потому что если смотреть с точки зрения, что такое загрязнение, таких ситуаций больших нет. Есть очень много маленьких спотов, маленьких проблем, но они настолько часто встречаются, что вот это создает такое большое видение, что у нас в Республике Молдова качество экологии или окружающей среды довольно плохое. Но, например, я вам приведу один пример. Одно село под Кишиневом. Мы в одном селе нашли все виды влияния климатических изменений в одном селе, то есть все виды. И оползни, и то, что исчезают водные ресурсы, то, что земля уже трескается и не растет трава, то, что леса исчезают, их очень тяжело восстановить. То есть вот с этой точки зрения... Все связаны с жизнедеятельностью человека. В основном влияет человек. В основном вся деятельность человека, которая началась где-то еще 70-100 лет тому назад, это интенсивное сельскохозяйство, интенсивная индустриализация. Там, когда начали не восстанавливать, а изменять русло реки для того, чтобы было легче орашивать... Вот это все на данный момент влияет на то, что качество окружающей среды, оно не очень хорошее в Республике Молдова. Конечно, здесь нужно очень много работать, для того, чтобы вот эти маленькие споты, но они должны быть восстановлены, потому что все, что связано с экологией, это связано в одной цепи. То есть невозможно одно село или одну ситуацию вычистить или исключить из системы и сказать, что все мы решили. Да, и поэтому получается, что у нас остаются проблемы, связанные с качеством воды и с количеством воды. Оно есть у Республики Молдова. У нас остается проблема с почвой, и оно есть, и даже если сейчас меньше, сейчас используются пестициды, но все равно качество почвы остается под большим вопросом. У нас остаются вопросы, связанные с менеджментом отходов, и это опять влияет на почву, и на воду, и на воздух. И, конечно, леса. То, что вы сегодня говорили, это одно из больших проблем, потому что их почти нет. И, конечно, нет этого процесса обмена качественным воздухом и новые посажения. Чуть позже поговорим подробнее по разным направлениям. Сейчас, господин Казаку, я вернусь к тем же общим вопросам, насколько сильно мы отстаем, на ваш взгляд. И, насколько я понимаю, даже по вашему направлению, все равно меняется законодательство, внедряются новые правила. И даже, я напомню нашим зрителям, мы показывали в эфире, что мы проводили расследование журналистское, как винодельни влияют на наши реки, и водоемы загрязняются. И, к своему большому удивлению, обнаружили, что за последние пару лет практически не осталось. По тем документам, которые мы получили, нет ни одной винодельни, которая дальше просто тупо, как раньше, сливает воду. То есть все либо подключаются к существующей канализации, либо ставят установки по преочистке, либо полной очистке воды и так далее. То есть я вижу, что определенные какие-то меры начинают действовать, и какие-то шаги все-таки существуют. Насколько лет мы отстали? Давайте скажем так. Последние 30 лет в Республике Молдова почти что не было каких-то таких проектов больших для восстановления, ревитализации рек. Но до 90-го года, вот госпожа Ирданова отметила, была проделана очень большая работа по выпрямлению рек и по включению пойменных земель в сельское хозяйство. Это, естественно, что привело к деградации экосистемы всего бассейна. Потому что, согласно водно-рамочной директиве, закон уже о воде, управление водными ресурсами имеет бассейновый принцип. Мы не можем, к примеру, внедрить, допустим, проект по очистке какого-то русла без того, чтобы брать во внимание его притоки, к примеру. Потому что основной сток реки, он составляется, естественно, что из источников, которые находятся на берегу этой реки, плюс притоки. Бассейновый принцип – это основной принцип управления водными ресурсами, который прописан как в водно-рамочной директиве, так и в нашем законе о воде. У нас в основном речки, скажем так, на территории Молдовы мы имеем большие, средние реки, так мы их называем, большие две пруд Днестр, они обе трансграничные. Мы имеем реки Реут, Бык, Ботна, Лопушна по пруду, где бассейны, в принципе, такие, большие бассейны. В основном, значит, суббассейны, они маленькие. И они, в принципе, с чего определяется речка? Это имеет два, этот климат и ландшафт. Чем меньше бассейн, естественно, что при тех осадках, которые сейчас у нас происходят в последнее время, они и локальные осадки, допустим, где-то в каком-то бассейне реки есть осадки, а в этом бассейне может быть вообще все лето не происходит. Естественно, что это приводит к осушению рек, к уменьшению грунтовых вод, то, что постоянно и уменьшению уровня воды в колодцах. Подход должен быть комплексный. То, что мы говорим про очистные сооружения, которые строятся сейчас на винопроизводственных этих фабриках, это, конечно, очень хорошо. Но мы не должны забывать еще и про очистные сооружения в населенных пунктах, потому что есть и там точечные загрязнения. Мы не должны забывать про диффузные загрязнения сельского хозяйства. Мы не должны забывать о том, что у нас идет вторичное изволение рек, опять же, и за счет того, что обрабатываются реки вплоть до русла реки. Значит, у нас есть очень хороший закон, есть закон 440-й, который мы сейчас, в принципе, норму этого закона включили в закон о воде. Но, к сожалению, в 90-х годах, когда была программа «Большая помэнт», он не был... соблюдены нормы этого закона. и есть на некоторых участках, где земля, приватная земля доходит вплоть до русла реки. Если смотришь по джиопорталу, иногда даже и пересекает русло реки. И вот эти вот работы по сельскохозяйственной, естественно, во время осадков весь этот сулоуфертил... Почва. Почва попадает, попадает, естественно, в русло реки. И это тоже, значит, благополучное для развития растительности, скажем так, которое тоже влияет очень сильно на натуральный сток. Это, в принципе, как я говорил, последние 70 лет издевались над реками, над малыми реками, как хотели. Слава Богу, что не затронули Днестр и Прут. Хотя Днестр и Прут тоже зарегулированы, есть и вот эти плотины. Но это уже отдельный разговор. И работы предстоит очень много. Очень много, потому что, вот беря практику, в принципе, европейские страны тоже начали работать по восстановлению в начале 2000-х годов. Они... Я своими глазами видела результаты. Да. Но результаты есть, только в том случае есть инвестиции. Инвестиции очень и очень большие. Естественно, что должно быть еще и, помимо инвестиций, должны быть еще и нормативные акты, правильные. И должно быть еще и желание очень большое. И тут очень важно сотрудничество, вот как говорила госпожа Иорданов, сотрудничество между местными властями, институтами, государственными институтами, общественностью, не гувернаментальными, не правительственными организациями, научными сотрудниками, институтами, которые, в принципе, знают, как правильно эти подходы подбирать. Если мы опять говорим про реки, у нас есть в законе прописанное, значит, каждый бассейн и суббассейн реки должен иметь комитет. И вот эти комитеты мы сейчас пытаемся как-то восстановить там, где они были, потому что очень много членов комитетов, они представители или примары, местные или представители, районные представители после выборов, естественно, один раз в 4 года они постоянно меняются. И, естественно, что нужно проводить работу с этими комитетами для того, чтобы доводить до их него сведения новых руководителей, в чем состоит важность этого комитета. Естественно, что этот комитет, он консультативный, скажем так, но это та платформа, на которой можно находить общий язык для того, чтобы знать точно, где мы должны, в каком направлении работать и в каком направлении нужно делать инвестиции. Когда мы говорим об инвестициях необходимых, все прямо экология вещь дорогая. Нам было не так дорого все испортить, как восстанавливать, всегда это будет сложнее. Но это единственный способ для нас, для того, чтобы жизнь на этой земле продолжалась. Это хотя бы частично восстановить то, что было испорчено за предыдущие несколько поколений, скажем честно. Теперь вопрос. Вот я помню с трибуны парламента госпожа Кашеру, тогда она была председателем парламентской комиссии по экологии, заявляла, что Республика Молдова получает доступ к программе Live. Я поставила программу, действительно, очень интересная, европейская, а главное, что там есть фонды. Мы действительно уже можем получать оттуда доступ для того, чтобы проводить конкретные проекты по восстановлению рек, лесов и так далее в стране. Да, программа Live, она была подписана в 2023 году. В 2023 году была первая открытие, первая подача заявок для Республики Молдова. Тогда подали, к сожалению, только восемь, было только восемь заявок, но мы должны признать, что это было довольно поздно, как сам процесс объявлен, из-за того, что поздно подписали с точки зрения процесса работы программы Live в определенный период. Подали восемь, насколько я знаю, два проекта реализуются. Они в основном, один из них, я вовлечена сейчас на данном моменте, он связан больше с биоразнообразием и переходом к защищенным территориям Ари Протяжати. Да, и это есть возможность. К сожалению, нужно больше внимания обратить на этот проект, программу. Что это значит? Это, во-первых, обязательно должна быть структура в министерстве, которая администрирует программу. Это должно быть очень хорошая информационная кампания, потому что люди должны, организации, госструктуры должны знать, когда подавать, как подавать, какие условия. Обязательно нужно иметь в Национальном экологическом фонде, фонду Национал Пентру Медиу, нужно иметь линию, бюджетную линию для кофинансирования, потому что требуются довольно большие деньги для того, чтобы кофинансироваться. И еще один такой очень щепетильный вопрос связан с научными научными структурами, потому что после реформы, которая была в 22-м году, все научные институты перешли в подчинение образовательных систем, и они потеряли статус научных юридических лиц. Сейчас получается, что они не могут подавать самостоятельно, потому что есть условия, что только одна структура может подать, они, получается, только в госуниверситете, насколько я знаю, 13. То есть это нужно дополнительно сейчас вести обсуждение с программой LIFE, как вот этот аспект можно поменять или специфически для Республики Молдовы объяснить, чем связано с научными структурами, потому что на тот момент, когда велись переговоры, этой системы еще не было. Да, возможно, программа LIFE и вправду очень интересная программа, но, к сожалению, нужно иметь очень много опыта для написания этих заявок и, конечно, опыта в имплементации программы. Но первое, что нужно, это нужно научиться написать заявку, научиться понять, что требовать, научиться правильно обсуждать эти, научиться правильно искать партнеров. Но это все возможно. То есть я уверена, что в течение последующих лет Молдова сможет все больше и может больше подать заявки именно на такие работы, где нужно совмещать научную работу и техническую. Вот проекты по воде, они могут совместить, например, научный подход к реабилитации каких-то водообъектов, 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 рек и водоемов. Водоемов, потому что у нас не только реки. то есть нужно научно, потому что, например, как рассчитать глубину поймы реки, как правильно сделать угол, чтобы не было этих скольжений или, как правильно сказать, почвы в воде. То есть это все нужно правильно рассчитать, чтобы не получилось. Поэтому все восстановительные работы по рекам и водообъектов делаются на основании технических проектов, потому что без технического проекта, который делается специалистами, этого невозможно сделать. Так понятно, что в министерстве специалистов не хватает. Апель и Молдове, потому что я так понимаю, что вы отвечаете за все водные ресурсы, а министерство, я в который раз убеждаюсь, насколько связана работа в правительстве всех министерств, потому что условно кажется, что кто-то отвечает. Вот мы только что вышли на министерство образования, а сейчас перейдем и соединимся с министерством сельского хозяйства, потому что они начинают проект по ирригации и бодро говорят, что вода есть. А мы как бы смотрим заявления экологов, которые ровно так же бодро им отвечают, воды нет, не знаем, откуда вы собираетесь ее брать. Есть у нас еще водные запасы? Нет, ну давайте так. Ирригация, ирригация. Есть ирригация. В советское время, в принципе, я только думаю, что все-таки не были глупыми людьми, которые работали именно в экологии. и у нас сегодня министерство было министерство водного хозяйства и милиарации. Последний год, когда рожалось массивно, это был 90-й год, у нас в республике Молдова рожалось порядка 300 тысяч гектаров. Но эти системы 90% источником водозабора были на Днестре и на пруке. Так что в Днестре и пруд, да, вода есть. Это, в принципе, достаточно воды. Вот даже в этом году, когда у нас был, в принципе, вот этот кризис. Да-да-да, все включали, что пищевая будет. До кризиса не дошли, но вовремя отреагировали, да, и включительно на основании диалога между Республикой Молдовой и Украиной. Я понимаю, что там был еще диалог между двумя министерствами энергетики, не только экологи работали. Ну, я говорю о своей, я не знаю, я не энергетик, так что я говорю о своем, в лимите наших компетенций, скажем так. Вода есть, была, и цифрами, давайте я вам скажу, значит, минимальный сток, который обеспечивает по регламенту и в такой засушливый год, должен быть не меньше ста кубов. При обеспечении ста кубов экологический сток 80, значит, у Республики Молдова есть 20 кубов в секунду. Как пример, могу сказать, что водозабор Кишинева, который, в принципе, самый большой по Молдове, расходует где-то 1,8 кубов в секунду, значит, вода, в принципе, да, орушение берет намного больше, но и орушается сейчас не так много. Если брать внутреннюю часть Республики Молдова, то тут, да, тут уже появляются проблемы, орушения большие, потому что ресурсов нет, и когда строились вот эти водоемы по речкам, что тоже является с очень большим давлением при сегодня на водные... А многие из них без разрешения, насколько я помню? Их очень много. Возьмем даже вот Каменка, есть такая речка, довольно-таки большая речка по параметрам Республики Молдова, значит, только на речке и Каменке, я не говорю уже про приток, есть 12 водоемов. А сколько из них строились согласовано, а сколько по желанию хочу рыбку разводить? Ну, скажем так, согласовано, значит, норму о том, что вообще запрещается перекрывать реки, мы в закон о воде ввели только в 2018 году, до этого, в принципе, мог строить, кто и строили законы, незаконы, я думаю, где-то процентов 20 построены незаконы. Я не говорю про загорождение рек таким кустарным способом. Как мы теперь вернемся от Кишинева в сторону Страшен поедем, по Каларажский район, есть элементарные случаи, которые каждый год мы ходим и выявляем сельскохозяйственников, которые просто перекрывают бычок и набирают воду и начинают начинают орошать землю. Естественно, что реакция как? Сухой закон, но давайте у нас есть все-таки сухой период, но у нас есть еще и закон. Вода, все имеют право на водопользование, но на основании каких-то установленных правил, потому что в противном случае есть уже другое законодательство. Вот. И очень большое давление, очень, да, просеуние на эти реки, вот этих озер. Когда-то при Советском Союзе строились оросительные системы на территории среди республики Молдова, но это орошение мало считалось, где-то до 100 гектаров. Строились какие-то озера, и вот из этих озер орошалось в зависимости от того... туда уводилилась вода из рек или все-таки из подземных источников? В основном они были за счет перекрытия речки, да, речки, но каждая река значит Салементиаз питается включительно и подземными источниками. Но сейчас в основном в центре, в центральной части Молдова орошение делается на основании подводных подземных вод. А разве они разрешены к такому использованию? Законодательство не запрещает, просто процедуры довольно тяжкие, тяжелые, потому что мы когда говорим о подземных водах, мы уже переходим в другую отрасль, это недра, и тогда используется, должно быть использовано законодательство о недрах. Это конкурсы нужно организовать, это отдельные расчеты и высчеты, это уже отдельные водородческие засрания, это совсем другое. на самом деле, насколько я понимаю, на этот случай проблем с реками. Да, это очень связано с проблемами с реками, потому что вода, подземная вода, она чище, водоемы, к сожалению, они у нас некачественной воды в основном, потому что, мы уже говорили о тех проблемах, почему вода некачественная, и это значит, что нужно ее и очищать, это дополнительные деньги, хотя и подземные воды, их тоже нужно сейчас тратат очищать, потому что они довольно, у нас вода довольно тяжелая, к алкарасу, и, конечно, дополнительные расходы есть, но наши, очень много из фермеров решили, что вот легче использовать воду подземную, не платить за это, никто не знает, как они используют, какое качество воды, не берутся анализы почвы после использования этой воды. с землей, если ее долго поливать водой с высоким уровнем кальцинирования? Деградация почвы, идет засоление. в любом случае, мы заинтересованы как минимум из двух аспектов. Первый, это понять, сколько воды у нас подземной добывается незаконно, и второй, с точки зрения того, что мы можем получить довольно приличный пласт. Насколько благоприятна эта вода, которая используется нарушение именно для структуры почвы. Нам все равно необходимо с этим разбираться. Теперь мой вопрос тогда, а кто? Потому что я понимаю, что нам нужно и структуру проверки качества, и структуру проверки вообще, кто имеет доступ до воды, контроля, стандартизации. Все это нужно будет либо выстраивать, либо расширять, если она имеется, для того, чтобы действительно наводить в этой отрасли порядок. Потому что я понимаю, что делать отвод воды для своих карпиков, чтобы разводить карпиков на продажу, в 90-х это одно дело, а сейчас, когда, насколько я понимаю, мы все-таки все водоемы поставили на учет, которые есть в стране. Не все. Еще идет процесс. Еще идет процесс. Да. Но мы вообще сейчас думаем немножко поуменьшить количество этих водоемов, поубирать их, потому что, еще раз говорю, что, допустим, в засушливый период берем какую-то определенную речку, и там на этой речке вот 10 водоемов. Так испарение с этих водоемов, оно превышает сток, который может быть на этой реке. Значит, потери идут колоссальные. Естественно, о какой реке мы можем говорить, если после второго, третьего водоема уже русло сухое, а ниже по течению уже четвертое, пятое, они уже высыхают. И здесь опять же нужен научный подход. Нужно брать каждый, каждый, каждый бассейн, речной бассейн отдельно, и делать, смотреть, и считать гидрологию, гидрогеологию, смотреть рельеф, смотреть, какая пропускная способность у этой речки, потому что мы говорим об маловодном, а есть еще периоды обильных дождей, которые можно привести еще и к наводнениям, этим флешфадам, этим быстрым наводнениям, которые, в принципе, если брать днестр и пруд, там у нас могут быть, скажем так, контролируемые поводки, потому что есть вот эти большие гидроузлы, да, они предназначены для того, чтобы обеспечить тот минимум воды в маловоде, и для срезки поводка, для того, чтобы в нижний бьев не скидывать больше воды, чем, допустим, рассчитанная противопаводка и волы. Если говорим о внутренних реках, вот здесь самый большой риск вот таких быстрых наводнений. Так что здесь нужно, я еще раз говорю, очень правильный бассейнный подход и очень правильно нужен научный подход. Потому что, я думаю, столько, сколько наделали за эти года, вот просто так выпрямили речки, осушили все поймы, сделали сельскохозяйственные угодья, сейчас ни речки нет, ни речки нет, ни сельского хозяйства там как такового нет, потому что уже воды нету и угробили и одно, и другое. Я хочу в продолжение этой темы, сейчас, госпожа, там надо помнить, в продолжение этой темы, означает ли это, что мы все-таки действительно будем разрабатывать какую-то и законодательную инициативу, да, приведение этих, чтобы нам разрешили приводить эти реки обратно, соответственно, потому что, если я понимаю, надо выкупать у собственников земли и возвращать реки в нормальное состояние. Вот, в принципе, европейские страны так и поступают. Если говорим о не очистке реки, реки как таковой, а о ревитализации реки, значит, мы ее должны привести, по крайней мере, попробовать привести к тем натуральным меандрам, которые... Потому что речка, конечно, не канал, речка идет натурально ее... Даже если посмотреть по ортофоту, любую реку, даже сейчас видно, как протекало русло вот этой реки. Мы помним себе этот крюк. Да, да, да. И вот в этом состоит экологический подход для ревитализации реки. Да, мы сейчас делаем очистки русел, но мы больше сконцентрированы на тех руслах рек, которые, вот опять же говорим о наводнениях, чтобы увеличить пропускную способность. И... Ну, это неправильно. Мы должны по-другому думать, совсем по-другому. И очень важно, опять же, мы говорим, что законодательного, менталитет поменять. Потому что законодательного менталитет никак не поменяем. Это нужно разговаривать с населением. То есть нам нужно... Это нужно... Очень большая работа, начиная со школы и заканчивая с каждым примаром объяснять, чтобы населению объясняли, что не надо выбрасывать мусор возле этой речки. Если посадили, допустим, какие-то саженцы в водоохранной зоне, не надо выпасывать анскот, подождите 3-4 года, пока эти саженцы вырастут. Потому что очень много работ можно делать, но эти работы будут напрасны, если не будет взаимопонимания именно с местными властями. Если говорить с точки зрения законодательства и практики, наше законодательство уже базируется на так называемом принципе nature-based solution, то есть натуральные решения для восстановления и использования природы. Но что самое тяжелое в нашей ситуации в Республике Молдова, что мы должны работать параллельно. Параллельно дать фермерам воды для орошения и чтобы они работали и чтобы агропродукты на нашем столе. Это одна ситуация, то есть нужно исходить из реалии этой ситуации. Вторая ситуация это то, что мы должны восстановить и должны восстановить быстрее и как можно качественнее и думать более на долгое время, потому что как мы уже говорили это дорого и это невозможно сделать за один момент. То есть это и как процесс и как деньги это очень дорого. И поэтому нужно найти самый правильный подход это и вы говорите правильно, что нужно иметь вот одну политическое и как документ и как видение как работать в этой области. Мы попытались в 22-м году первый раз в Республике Молдова из госбюджета взять деньги для того, чтобы восстановить первые речки. И мы тогда начали обсуждать как правильно подойти к этому вопросу. Создали рабочие группы, создали комитет, начали говорить с примарями. И что самое интересное, примари понимают, что да, нужно совместно работать, нужно найти вот этот компромисс между бизнесом, фермерами, местными органами власти, чтобы довести или восстановить вот эти речки. И есть уже маленькие примеры, но они возможны в Республике Молдова. Но да, это, во-первых, одна большая концепция, как это делать. Во-вторых, нужно обязательно выбрать, сделать приоритет, с какими речками нужно работать. Обязательно нужно сделать инвентаризацию всех рек и водоемов, потому что понять, какие нужно ликвидировать. И вы понимаете, насколько тяжело будет решение принять, не с точки зрения экологии, потому что по экологическим параметрам это несколько критериев, и мы можем быстренько все это рассчитать. Но объяснить тому собственнику или тому местному органу власти, что ваш водоем здесь никак неправильно построен или нелегально построен, или он вообще с точки зрения экосистемы он приносит вред, и вред не только вам, а вред нижним селам. То есть это довольно тяжелая работа, и это нужно взять на себя такое решение. А политическую ответственность кто-то, как вы думаете, в ближайшее время за такое на себя возьмет? Оно не популярно, а у нас два года подряд выборы, еще два. Если правильно считать, три года подряд у нас выборы. У нас, да, только один раз из четырех лет у нас нет выборов. Вот в этот промежуток можно что-то успеть. Очень короткий промежуток. Очень. Потому что если сделать все документацию, но даже если когда начинаешь делать документацию, этот концепцию разработать, все равно нужно обсуждать. Это уже знают все. Это уже большая критика. Ну вот из того, что мы с вами сейчас обсуждаем, я понимаю, что мы не сможем развивать наше сельское хозяйство, не занимаясь экологией. Но оно у нас просто будет деградировать. Какую технологию сюда не привези, если нет почвы и нет влаги, ничего расти не будет. Надо как-то это добывать. Второе, насколько я понимаю, без образования. У нас должны появляться специалисты, мы должны их воспитывать, которые будут заниматься и приносить страну новые экологические решения. еще одно, я понимаю, что рука об руку с Министерством экологии должны быть Министерства здравоохранения, потому что речь идет о здоровье граждан. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем и так далее, продукты, которые мы покупаем, выращенные на нашей земле и так далее. То есть как Министерство экономики в случае, если мы здесь начинаем развивать какие-то новые виды деятельности, создавать рабочие места, тоже получает свое. Насколько я понимаю, то, что появляются новые рабочие места, налоги для Министерства финансов, опять же, и так далее. То есть экология может стать не главной проблемой, как до сих пор 20 или 30 лет в нашей стране воспринималась, а еще одним двигателем того, что мы здесь делаем в этой стране. Вот как, допустим, как мне кажется, именно так поставил вопрос Министерство энергетики, да, сейчас. И развивая программы по энергетической эффективности и по зеленой энергетике, они становятся двигателем, а не обузой, которая до сих пор всем мешала. И если есть политические решения и желание поставить вопрос экологический таким образом и показав, что это связано с тем, кстати, еще с Министерством образования, мы будем воспитывать изначально детей ответственно относиться к окружающей среде. Но кроме этого нужно иметь в виду, что Министерство инфраструктуры очень много зависит и влияет на охрану окружающей среды. Конечно, Министерство энергетики, Министерство сельскохозяйства. То есть, если так посмотреть, то, командная игра и то, что предложила госпожа фон дерлайн Green Deal, если его правильно прочесть, если правильно подойти к этому документу, то тогда получается, что вся экономическая часть развития государства, оно может быть зеленым и оно может быть с влиянием с экологическими аспектами. Да, это дорого, да, это больно, да, это много времени занимает, но если есть желание, если есть политический подход, есть и законодательный подход, и воспитательный подход, то есть понимание всех, то, конечно, это возможно. И примеры такие есть. Например, просто как пример приведу, в Эстонии уже доказали, что climate neutrality это не это не ноша для государства, а наоборот это очень большие экономические возможности для того, чтобы развить государство, для того, чтобы новые темы начали, новые места работы появились, и чтобы экологически страна выглядела по-другому. Мы говорили про программу Life. Я знаю, что у нас есть экологический фонд, которому на протяжении всех предыдущих лет нервно дышали все, особенно те, которые хотели строить дороги или не хватало на пенсию, тоже туда подглядывали. Это тоже ни для кого не секрет, что было до сих пор. И я знаю, что и госпожа Контер-Режева, и вы, когда были министром, били по рукам всех, кто пытался туда свою лапку запустить, чтобы эти деньги оставались исключительно на экологию. Сейчас мы с вами разговариваем и понимаем, что это действительно единственно верное и правильное решение для того, чтобы сохранить я так привыкла с детства говорить нашу маленькую зеленую Молдову, но когда вспоминают цифру 10%, как-то уже зеленая не очень произносится. Есть еще и открывается ли как члену к кандидату ЕС для нас доступ к другим программам, начиная, допустим, с 2027 года. То есть я не хочу, чтобы мы тут рассказывали сказки, мы все знаем, что бюджет ЕС до 2027 года утвержден, в 2027 будет рассматриваться следующий проект бюджета и будут открываться новые возможности. Исключение будет только в том случае, если вот сейчас новый парламент будет рассматривать поправки, ретификацию бюджета и так далее. О чем, кстати, наши власти уже просили, но пока нам сказали, берите то, что вам уже дают. Есть ли там среди тех программ те, которые позволят, такие, которые позволят нам, кроме программы Life, я сейчас говорю, позволят нам внедрять вот эти самые дорогостоящие проекты, которые там в ближайшие 5-10 лет дают нам более высокий эффект. Такой, как опять водоемы, в которых есть вода, леса, которые покрывают не детестей, а хотя бы 20%, потому что мы понимаем, что минимум 10 лет на то, чтобы минимум один определенный вид леса хотя бы у нас появился. Я уже молчу, что мы уникальные кодры свои загубили в большом количестве. И если есть, то какие-то программы? Программ, отдельных программ по экологии нет. Но что есть, это то, что возможности банди при Адераре, не знаю, как на русском сказать, при Адераре, фонде. До вступления. Для кандидатов. Скажем так. Для стран-кандидатов. Для стран-кандидатов. Что значит это в реале? Это вот в процессе переговоров, которые начнутся, то есть которые идут сейчас, но для экологического компонента они начнутся в 25-м году. Это значит, что те, которые будут вести переговоры, они должны очень конкретно сказать, вот у нас здесь есть прогресс, вот что мы хотим и для чего нам нужны дополнительные деньги. Да, нам нужны деньги для того, чтобы развивать экспертную систему, развивать инфраструктуру, и экологическую, для того, чтобы сделать лаборатории, базы данных и все такое. Это обязательно, потому что без этого невозможно. Но также нам и нужны деньги для так называемых инвестиционные, экологические инвестиционные проекты. То есть очистка лесов, очистка рек, проекты по менеджменту отходов, создание новых процессов по менеджменту отходов, создание новых восстановления не только речек, но и других экосистем, скомбинировать восстановление лесных экосистем и водных экосистем, проекты по изменению климата, адаптационные и митигейшн. То есть это все возможно, но это все зависит от переговорчиков, которые в 2025 году будут вести переговоры с Евросоюзом, именно по компоненту охраны окружающей среды. Но мы должны не забывать и другой аспект, потому что глава 27 это только один компонент, но, насколько я помню, у нас экологические аспекты есть еще в 16 главах. То есть не только по экологическим вопросам, но и даже в те, которые связаны с инфраструктурой, сельхохозяйством, экономикой, финансовом, там тоже должны правильно поставить наши нужды и на что мы бы хотели попросить деньги, когда и что мы должны реализовывать. Программу мы заканчиваем сейчас, но, как обычно, не могу не спросить. Август все равно горячий, все равно плюс 37. Нам прогнозируют всю неделю. Днистре есть вода? Все спокойно, а к сентябру ждем осадков. Все будет хорошо с Днистром, с прутом тоже. По внутренним речкам уже говорили. Если вопросы прута и Днистра можно решать, в принципе, Петерминскурт на короткий период, с речками, к сожалению, на короткий период у нас решений нет, но на более длинный период, то, что мы говорили, во время передачи, нужно рассуждать рукава и все вместе взяться за работу. Мы можем помочь объяснять людям важность этого, как СМИ. Спасибо за это. И мы можем помочь объяснять, почему происходит, принимается та или иная инициатива. Это тоже, насколько я понимаю, важно. Но мне кажется, тут еще действительно будет очень важно, чтобы экологию изучали и в школах, и чтобы дети понимали, почему нельзя бросить то, или почему лучше не покупать пластиковое, и тем более нельзя выбрасывать. Хотя для меня было очень странно, у нас были какие-то там лесные очередные пожары. Я понимаю, высокая погода, но это же сколько надо ведь мозгов пойти в такую плюс 37, шашлычок жарить и думать, что никуда оно все не загорится дальше. Что по минуте в конце для наших граждан ваши, я не знаю, обращения, пожелания, а может быть прогноз на будущее? Ну, прогноз я сказал на будущее. Значит, пожелания, опять же, у меня желание одно, и всегда, когда я хожу, выезжаем в территорию, это желание дикон лукрари, сотрудничества. Это самое главное. И если мы все-таки сделаем это сотрудничество, чтобы с местными властями, со всеми ответственными органами власти, и неправильственными организациями, значит, если у нас будет такое сотрудничество и выберем правильное направление, тогда у нас будут результаты. Спасибо, госпожа Эрданов. Да, честно, конечно, сотрудничество, потому что у нас есть и хорошие, и плохие опыты, когда из-за какой-то маленькой амбиции большой проект просто не прошел, или даже не был подтвержден на местном уровне. То есть у нас есть такие опыты, и, к сожалению, через годы заметна ту потерю, которая была. Конечно, хотелось бы, чтобы все были намного ответственны. Конечно, хотелось бы, чтобы законодательство, какое оно есть, чтобы оно реализовывалось, чтобы каждый понимал свою часть ответственности и свой долг, чтобы законы понимались как что-то живое, которое можно изменить, нужно тестировать, нужно понимать, нужно изменять и адаптировать, исходя из реалий страны. Нужно двигаться быстрее, потому что обдумывать, раздумывать нету, нету этой возможности. И, конечно, нужно принимать правильные примеры. И эти примеры связаны не только с соседями, а связаны с теми странами, которые уже проходили, которые принимали какие-то правильные решения, быстро решали вопросы. И мы можем принимать эти примеры и использовать, имплементировать в стране. Сотрудничество, обсуждение, диалог, и тогда все возможно. Спасибо. Нашим зрителям я тоже скажу тогда два слова, что давайте будем меньше слушать каких-то там популистов и политических деятелей, которые пытаются сделать себе карьеру, но это проблемы, с которыми сталкиваются какие-то отдельно населенные пункты. Независимо от того, большой это город, в частности столицы, или это маленькое какое-то село, потому что у них другая задача, им рейтинг нужен. А нам с вами нужна чистая вода, чистый воздух, зелень, продукты хорошего качества и так далее. И от этого зависит и наше будущее, и будущее наших с вами детей, внуков и следующих поколений. Давайте будем разумными и отделять политические амбиции от тех реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Посмотрите, сколько градусов за окном, когда у нас такие лета были в последний раз. Почти нет воды, а если есть вот такие дожди, которые только смывают или добивают то, что не сгорело. Давайте включать инстинкт самосохранения и пытаться восстановить хотя бы то немногое, что мы еще можем восстановить. Не переключайтесь, после рекламы мы вернемся в эту студию, продолжим наш разговор с исполняющим обязанности директора термоэлектрики Юрием Разлованом. Редактор субтитров А.Семкин